Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Нина Павловна Чуприкова, заместитель главного врача Одинцовской центральной районной больницы по детству и Ирина Борисовна Петрова, заведующая отделением. Здравствуйте, Ирина Борисовна. Здравствуйте, Нина Павловна. Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня поднимаем актуальную тему. Это полимелит и прививки. Я понимаю, что сложилась непростая ситуация. Давайте сегодня, наверное, разъясним ее нашим телезрителям, с чем у нас возникла проблема. Но эта проблема, она не то, что она возникла. Эта проблема существует весь тот период, когда мы начали 60 лет назад, начали прививать детей. И эта прививка вошла в национальный календарь прививок о том, что мы должны прививать всех детей от полимелита. Что это за заболевание? И чем оно опасно? Это заболевание, это вирусное, для которого характерно поражение центральной нервной системы, поражение вегетативной нервной системы, в результате чего возникают параличи. Параличи бывают вялые, бывают не только вялые, бывает обездвижимость ребенка, высокая температура, мышечная слабость. Но данное заболевание, чем оно страшно, оно ведет к инвалидизации ребенка. И в дальнейшем это приводит к тому, что ребенок может не ходить самостоятельно. Это прикованность к постели, это инвалидное кресло. И в связи с этим по полимелиту у нас очень большая настороженность. Мы прививаем детей согласно национальному календарю прививок, начиная с трехмесячного возраста. Всего прививок от полимелита у нас должно быть шесть. Три вакцины, которые мы вакцинируем детей, и три вакцины – это ревакцинация, которая проводится уже в более старшем возрасте. Первая вакцина – это полимелит, который мы делаем ИПВ, то есть инактивированная вакцина. От полимелита существует две вакцины. Это одна вакцина инактивированная, и другая вакцина живая – это оральная вакцина, которую мы капаем деткам в ротик. Первые две вакцины, которые мы проводим деткам в 3-4,5 месяца, мы делаем инактивированной вакциной. Третья вакцинация проводится оральной полимелитной вакциной. Если у ребенка есть какие-либо противопоказания для введения оральной полимелитной вакцины, тогда в данном случае создается врачебная комиссия, заведующие педиатрическим отделением принимают решение о том, что ребенка нужно вакцинировать инактивированной вакциной. В дальнейшем в школе, это уже мы проводим, следующая вакцинация проходит через год после последней вакцинации. Следующая вакцина – это мы делаем полтора года, и в 6 лет, и в 14 лет. Здесь вакцинация считается законченной вакцинацией, если ребенок получил 3 вакцины, и одна из них хотя бы должна быть оральная. То есть мы говорим с вами о живой вакцине, которая… То есть это обязательное условие, эта схема утверждена уже давно, разработана, опробована, и, в общем-то, никаким сомнениям не подлежит. Да, это входит в национальный календарь прививок. Сейчас сложилась такая ситуация, когда детки, поступая в дошкольное учреждение, либо же поступая в школу, дети не привиты, и у них нет этой вакцины полимелитной. То есть это как раз дети из тех семей, которые приняли решение при рождении ребенка, что они полностью отказываются от прививок. И по тем или иным причинам они просто не хотят вакцинироваться. Да, и эти дети поступают в наши организованные коллективы. В этот момент, в то или иное время, мы начинаем ревакцинировать детей. Тех детей, которые ходят в детский сад, которые получают вакцину полимелита, и дети, которые находятся в их группе, либо же в их классе, но не получившие ни одной вакцины полимелита, либо же одну только инактивированную вакцину, они подвержены заболеванию полимелитом. Оставлять этого ребенка в классе или в группе невакцинированного мы не имеем права. У нас есть СанПИН, по которому мы должны этих детей разъединить. То есть те детки, которые приходят, мы возьмем, в частности, это школа, они пришли в первый класс. И в первом классе мы делаем вакцину живой полимелитной вакциной. Значит, те дети, которые не привиты по тем или иным обстоятельствам, мы этих детей должны вывести из класса. Вывести из класса мы должны их на 60 дней. Это та ситуация, в которой у нас не может быть каких-либо компромиссов. То есть этим детям мы прививаем, дети не привиты, из этого класса выходят. Мы их можем. Это не наша прерогатива. Мы не решаем, что нам делать с этими детьми, какую форму обучения предложить этим детям. Медицинский работник, находящийся в том или ином учреждении, он ставит в известность руководство школы, либо же детского сада, что в том или ином классе или в той или иной группе проводится эта вакцинация, ревакцинация или вакцинация этого ребенка. И непривитые дети должны быть выведены. Руководство школы или детского сада ставит в известность родителей и предлагают им ту форму обучения. Ну, в данном случае мы говорим с вами за школьников, потому что эта проблема возникла у школьников. Предлагают ту или иную форму обучения, которая удобна родителям для того, чтобы дети эти обучались эти 60 дней. Либо они же переводят их в соседние классы, либо же в другие школы. Но такая ситуация может возникнуть во многих школах, во многих классах нашей, в частности, района. В связи с чем тогда дети, или это у них надомное обучение, либо же это семейная форма обучения, либо же это как-то индивидуальное обучение. Это уже мы здесь не принимаем в это участие. Это уже решает данный вопрос, решает только руководство школы. В любом случае, да, Ирина Борисовна, наверное, у медицинского работника дошкольного или школьного учреждения есть полный список тех детей, которые вакцинированы, вакцинированы, состояние здоровья. Конечно. Значит, обязательным условием поступления в детский сад является предоставление 26-й формы медицинской карты, где указываются все профилактические прививки, которые проводились детям. Ежели они не проводились, соответственно, составляется список. Дети без БЦЖ, дети без вакцинации кори и дети без полимелита. Это те именно инфекции, по которым существуют ограничения при посещении детского сада. Когда родители принимают решение отказаться от профилактических прививок, они знакомятся с законом, где прописывается, что существуют ограничения определенные при выезде в другие страны, при приеме на работе, при поступлении в организованный коллектив по эпидситуациям. Вот в данном случае есть ограничения при посещении детских коллективов по эпидемической ситуации. Значит, здесь еще надо напомнить, почему складывается такая ситуация по полимелиту. Полимелит – тяжелое инфекционное заболевание. Вызывается вирусом. Вируса три типа. Иммунитет вырабатывается именно типоспецифический. Если ребенок переболел первого типа, есть риск, он может переболеть и второго, и третьего. Поэтому вакцина прививается, инактивированная первые две дачи для профилактики вакцины ассоциированного полимелита. То есть ребенок не вакцинированный может заболеть тем вирусом, который выделяется при вакцинации ребенка в течение 60 дней, заразиться. Именно для профилактики вакцины ассоциированной полимелита. Применяется такая схема. Схема безопасная, признана Всемиранной организацией здравоохранения. То есть никакого ущерба никому не приносится. Ребенок не считается больным, когда он вакцинируется живой вакциной. У него, наверное, уже сформировавшийся иммунитет. Он не считается больной, он вакцинированный. Для профилактики вакцины ассоциированного полимелита применяется инактивированная вакцина. Для полной выработки иммунитета, именно против трех типов этого вируса, применяется еще и живая вакцина. Для полной защиты ребенка. Поскольку этот энтеровирус передается фекально-оральным путем, то есть грязные руки, через болезнь грязных рук, не исключенно воздушно-капельный путь передачи. Для этого ребенок, который не защищен и выводится из организованного коллектива на 60 дней, выделение вируса от привитого ребенка может продолжаться в течение 60 дней. И все вот эти ограничительные мероприятия, они, собственно говоря, направлены на защиту непривитого ребенка. Поэтому совершенно непонятно, почему родители, выбрав такой опасный путь для своего ребенка, жизненный, пускать в плавание ребенка незащищенного, пытаются ограничить в правах ребенка защищенного. Вы должны своего ребенка защищать. И для этого ребенок выводится либо в другую группу, это в детском саду, либо на домашнее обучение в школе или другая форма какая-то обучения. Есть дистанционные формы обучения, есть домашние, есть семейные. Очень много форм обучения. Никто не ограничивает и не прекращает обучение ребенка на данном этапе. Просто мне кажется, когда родители принимают решение о том, что они не будут вакцинировать своих детей, они, наверное, далеко не все читают норму закона и понимают, чем грозит в дальнейшем ребенку. К сожалению, они не читают полостью закона, да. Они не изучают эту проблему глубже. Читают только выдержки из интернета, где для себя они какие-то выдержки берут, выгодные для себя. Ну, чаще всего это форумы, где по огромному количеству родителей пишут непривитых детей, как это здорово, мы не делаем прививки, у нас все замечательно, все прекрасно. Но потом приходит и наступает время. Наступает период векса, когда, так сказать, нужно платить за свои ошибки. В детском саду, как бы, чем опасно? Полимелит опасен для детей чаще до 10 лет. Маленькие дети болеют полимелитом. И поскольку фекальный путь, орально-фекальный путь передачи, маленькие дети грязные игрушки, не помыла руки, ну, надо понимать, да, какие-то гигиенические навыки еще не полностью прививаются у маленьких детей, это со временем происходит. Возможно, вот такой вот путь передачи. Поэтому опасность в детском саду тоже есть. При посещении бассейнов все, как бы, аргументировано. А в школе, когда дети начинают ревакцинироваться живой вакциной, это именно 14 лет, это 8-9 класс, вот тут проблема возникает более глубокая. Почему? Экзамены, выпускные классы, а ребенок не допускается к обучению. Родители-то не задумываются, когда там в год, в три они отказываются, ежегодно отказываются, отказываются. А когда наступает, вот сейчас пик 14-15 лет, вот тут возникает серьезная проблема. Причем медики в школах очень активно предлагают вакцинироваться, ежегодно предлагают вакцинироваться. И предупреждают, что наступит такой момент, когда эти 2, 3, 4, 5 классов будут прививаться практически одновременно. Одновременно прививить всех детей невозможно. У кого-то медотвод, кто-то может отказаться, а потом согласиться. У каждого свой индивидуальный график. И вот это выведение на 60 дней, оно продлевается. И может так получиться, что целый год ребенок не может посещать школу. Сидит на домашнем обучении, получает образование. Потом проблемы со сдачей ЕГЭ и так далее и тому подобное. С поступлением в другие учреждения. А дальше работа, которая тоже приемен работой, его будут ограничивать. Все специальности, которые связаны с работой с людьми, требуют вакцинации от определенных инфекций. Это и дифтерия, это и столбняк, это и корь, это и краснуха, это и гепатит B. Но родители, к сожалению, не задумываются об этом. А с 15 лет ребенок начинает уже иметь право соглашаться сам. Поэтому мы призываем активных подростков. Не активных, а мы призываем все-таки родителей. Родители. Вы выбираете очень тяжелый путь для своего ребенка. И для себя. Это и нервы. Вы сами работаете. Куда-то ребенка надо с кем-то оставлять дома. Без присмотра. Это, конечно, опасный путь во всех отношениях. Потом мы встречались с родителями в школах, на собраниях. Родители спрашивали, а как же мы ходим на елки, как мы ходим на секции? Да это вас надо спросить, как вы туда ходите. У вас ребенок вообще не защищен. Как вы вообще на улицу выходите в наше время? Когда такая миграция населения? Прибывают люди из ближнего зарубежья, где постоянно существуют очаги вот этой инфекции. Не секрет, что у нас несколько случаев было завоза из того же полимелита из Таджикистана. Та же вот ближайшая Украина. Сейчас там проблемы с вакцинацией. Корь. Там дети и взрослые умирают от кори. На данном этапе у нас еще не заболел ни один ребенок. Вакцинированный против кори. Болеют только невакцинированные. То же самое полимелит. Ежегодно регистрируются случаи вакцин ассоциированного полимелита. То есть дети, у которых снижен иммунитет, они рискуют заболеть от вакцинированного ребенка вот этим именно вирусом, выделяемым при вакцинации. Но, к сожалению, время вспять не повернуть. Что же делать родителям, которые все-таки в свое время приняли решение не вакцинироваться? Соглашайтесь, вакцинируйтесь. Хотя бы трижды вакцинируйте своего ребенка против полимелита. Хотя бы вакцинируйте против кори. Хотя бы защитите от дифтерии. Столбняк, он же не лечится вообще. Я даже не представляю, как вот можно ребенка выпускать на улицу велосипеды, ролики, море тоже. Ребенок наступит на камень, порежет ногу, пошел песок, земля. Столбняк не лечится. Только профилактика. Мы говорим еще про родителей, которые не хотят, и про тех детей и родителей, у которых есть медицинские противопоказания для проведения той или иной вакцинации. Про тех родителей, которые не хотят, и у них есть свои соображения о том, как нужно прививать. И они считают, как нужно прививать и как нужно лечить ребенка. Здесь мы ничего сделать не можем. Мы только просветительская работа, и мы можем их убеждением, да, если нас захотят услышать. Те родители, которые читают интернет, которые считают, что они сами знают, как нужно лечить своих детей и как дальше их оберегать. Те дети, у которых есть противопоказания по тем или иным заболеваниям. Мы сейчас говорим про всю вакцинацию. В МОКОДЦ, это Московский областной консультативно-диагностический центр, который есть в мытищах. Организовано отделение вакцинопрофилактики, где ведут прием доктора Русаковской больницы. Они же являются специалистами Минздрава Московской области. Это профессорский состав, это доценты кафедры. И они составляют индивидуальный план вакцинации детей на ближайшее время. То есть если та или иная мама считает, что в той же детской поликлинике доктора, которые предлагают вакцинацию, неправы, мы записываем этого ребенка на прием к этим специалистам. Они составляют индивидуальный план вакцинации. И если необходимо, они вакцинируют этих детей в этом же центре. Какие необходимы для этого документы и куда обращаться? Им нужно прийти к своему участковому педиатру, она запишет их в этот центр. Если возникли какие-либо конфликтные ситуации с докторами, к любому из заведующих педиатрических отделений, лежит бы либо ко мне в тот же 101 кабинет детской поликлиники. То есть если есть какое-либо сомнение у родителей, если они считают, что та или иная вакцина может привести к угрозе жизни их ребенка, мы можем перестраховаться, мы можем отправить этого ребенка на более квалифицированную консультацию. Но если доктора там же говорят, что ребенка надо привить, этих детей нужно прививать. Вот за все это время, вот в этом учебном году, вот эта проблема, которая возникла с полимиелитом, к нам приходили родители, которые предлагали прививать нам детей, которые уже получили какую-либо вакцину от полимиелита, прививать их в летнее время. То есть они считают, что их дети непривитые, должны ходить в школу, а привитые дети, которые должны получить вакцинацию, мы их должны привить на летние каникулы, и в связи с чем не будет объявлен вот этот вот карантин, вы представляете? То есть они думают о своих детях, да, то есть они считают, что им так удобно. А те дети, которые привитые, которые получают согласно своему индивидуальному календарю вакцинацию, они должны переболевать в любом случае, мы вводим эту вакцину, ребёнок в лёгкой форме, но не то, что он переболевает, но у него вырабатывается иммунитет, это всё равно нагрузка идёт определённая на организм. Значит, ребёнок, он не должен отдыхать летом, мы их должны всех вакцинировать. Такого не будет. Мы при выступлениях в школе, когда к нам приходили непосредственно на приёмы родители, мы всё время говорим, мы стоим на страже детей. Дети, у нас были родители, которые писали нам сами, приносили уже заявление о том, что они нас как бы не то, что просят, а они нас заставляют детей оставлять в классах, где есть вакцинация детей оральной полимилитной вакциной. Вы представляете? То есть они непосредственно в очаг отправляют своих детей. То есть если у них нет каких-либо знаний, это не говорит о том, что мы должны их слушаться. То есть мы стоим на страже детей. Есть Санпин, который говорит, все дети, которые прививаются в коллективе, они остаются в этом коллективе. Те дети, которые не привиты, они должны покинуть это учреждение. Такое будет другого у нас в нашем случае. Мы не позволим, чтобы дети, не дай бог, заболели вот это вакцино-ассоциированным заболеванием. Потому что, как мы уже говорили в самом начале нашей передачи, последствия очень серьёзные. Очень серьёзные. Очень серьёзные. То есть дети погибают от остановки дыхания и кровообращения. Это очень серьёзное заболевание. Очень. Поэтому лучше заниматься профилактикой этих заболеваний. И мы не можем нарушать права детей, которые вакцинируются. Если мы переносим вакцинацию, мы нарушаем и свои функциональные обязанности, и нарушаем права этих детей, которые согласны вакцинироваться. Они имеют право тоже на защиту. Поэтому нельзя сохранять права одного, нарушая другого, как считают многие родители. Вы тех откладываете, а нас оставьте. Ну как же, если из класса 30 детей 29 вакцинируется, а один нет. То есть 29 должны вывезти? Покинуть школу. 1 июня. Так не бывает. Делаем прививки. Да. Так не бывает. Поэтому мы стоим на защите и тех детей, и этих. Этих мы должны защитить от инфекции, и тех тоже. Только на домашнем обучении. Самое главное, хочется ещё раз призвать родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей, не делать этого. И всё-таки послушать врачей, услышать мнение разных специалистов, обратиться в разные центры, и только после этого принимать такое серьёзное решение, которое может в дальнейшем отразиться на жизни детей. Очень серьёзное решение. И нам бы ещё очень хотелось сказать, что во многих коммерческих центрах родители, приходя к ним на приём, и имея какие-либо предубеждения в том, что оральная вакцина, живая вакцина, может вызвать какие-либо побочные действия, доктора коммерческих центров, идя у них на поводу, они проводят иммунизацию инактивированной вакциной. Это неправильно. Это проводится только тем детям, у которых есть какие-либо медицинские противопоказания. Ребёнок хотя бы одну оральную полимеелитную вакцину, живую вакцину, он должен получить. Тогда родители могут быть абсолютно спокойны за жизнь своего ребёнка. Иначе вся эта вакцинация у них, я не скажу, что она неправильная, но тем не менее угроза заболеть в той или иной ситуации, она может быть. Поэтому нужно слушать медиков, нужно слушать специалистов, а не придумывать то, что хотят родители, наслушавшись, ну не совсем компетентных людей. Конечно. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что сегодня родители услышали ваш посыл и хотя бы задумались на секундочку, что, возможно, они неверное решение приняли, отказавшись от вакцинации. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова